Добрый вечер, давайте включать микрофоны. Меня попросили немножко задержаться с началом нашего сегодняшнего вечера. По-моему, меня слышно без микрофона. Микрофон отключен еще. Ну, профессионал. Друзья мои, вечер несколько необычен вот чем. Я здесь выступал в гнезде глухаря, когда меня приглашали мои друзья выступать. Арканов, Качан, Ермольник, Якубович, мои добрые знакомые. Некоторые из них друзья, некоторые добрые знакомые. Я никогда не выступал перед столиком. Это первый раз в жизни. Уже 85 лет я выступаю, у меня пластическая операция. И я никогда... Меня приглашали бизнесмены, платили несусветные деньги. Однажды я сказал, что мне за то, чтобы я выступал на южном берегу Франции перед нашими потанинскими бизнесменами, чтобы мне... Они так пристали ко мне. Ну, не потанин, естественно, а пристали менеджеры. Это такое есть оскорбляющее человека слово менеджер. И я менеджер, стараюсь не говорить, потому что большинство молодых людей... Для меня есть такое... Было такое древнее слово замечательное. Древнее-древнее русское. А обозначало человека, который ничего не умеет делать. То есть сегодня менеджеры. Потому что по-русски это никака. Они говорят, мы топ-менеджеры, а они топ-никаки. И вот этот топ-никака мне говорит, сколько вы хотите приехать, выступить перед банкирами. И знаете, она ее отстать не могла. Я говорю, 500 тысяч евро. И она так замолчала. Я прикололся вообще. Потому что вы тоже замолчали. А она так... Не смотрит, по телефону. Она говорит, если они согласятся перезвонить... И я с ужасом подумал, что если она перезвонит, то может быть я и соглашу. Я же понимаю, что этот прикол... Что, оказывается, принципы тоже имеют свой цель. Но действительно выступать перед людьми, которые едят... Соперничать с едой мне тяжело. Но когда здесь выступал я со своими друзьями, я заметил вот что. Очень хорошие зрители здесь. Они реагируют даже на такие песни, на которые молодежь уже давно не реагирует. Вот так скажем. И какие-то трогательные, которые когда-то с отмороженными ногами у костра, не спушили. С мокрыми ягодицами по Енисею на байдарках. Ну вот приходят зажиточные в ресторан, вспоминают, как они по Енисею с мокрыми ягодицами плавали. Но действительно здесь... Что? Здесь собираются какие-то удивительные люди. Они вроде... Они... Вот как я говорил, человек не должен быть ни бедным, ни богатым. Он должен быть развит. И здесь хорошие люди приходят, поэтому я... Сюда приходят, и поэтому я согласился. Вы видели портреты тех, кто здесь выступал. Там... Тихо. Вот. Странный образ мне пришел. Не дай бог, что кто-то узнает. Ну я там тоже есть мишень, одна понятная. И это хорошие люди все-таки здесь выступают, интересные. И я поэтому согласился выступить. Конечно, проблема, с чего начинать. Обычно в зале я должен о чем-то поговорить. Мне, конечно, приятно. Я... Так много молодых людей. Я вообще горжусь, что ко мне стали ходить молодые люди. Я понимаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что я открыл блоги во всех сетях. И что свое мнение высказывал. Пришел... Наступил возраст, когда не только хочется смешить, но еще поделиться своим мнением о чем-то. Для этого существует интернет. Я к интернету отношусь хорошо. Я в нем ночью не копошусь. И с лишним кнопкотычеством не занимаюсь. Но, с другой стороны, у меня много появилось совершенно новых и молодых друзей. И мне это приятно. Я разделяю два слова. Самовыражение и самоутверждение. Мне нужен интернет для самовыражения. Потому что я не могу выйти на сцену и начать говорить то, о чем я думаю. Об интернете могу. И, может быть, поэтому, молодые люди, ко мне достаточно с уважением... У вас телефон звонит. Я только что говорил, что здесь интеллигентная губка. Но я не всех имел. Там есть вибратор. Вы можете включить и сесть на него. И вам будет рад. И я хотел вам вот что сказать. Да, у меня есть и в Facebook. И в Facebook это умничающие. У меня есть и, естественно, в живом журнале. Это злые. Это злые. Это те, которым не дали высказаться в жизни. Это такие, которые считаются гениями несостоявшимися. Поэтому самое большое количество троллей в живом журнале. А меньше всего троллей, знаете, где? В ВКонтакте. Самая добрая молодая публика. Я есть в Инстаграме. Правильная реакция. Молодцы. Я проверил вас. Ну а как? Слушайте, я в Твиттере есть. А что, в Медведеве есть обидонит? Это было бы унизительно. А в Инстаграме я действительно, я много путешествую. Мне же хочется фотки выкладывать путешествий. Я не выкладываю как... Знаете, почему еще молодежь ко мне ходит? Простите, отвлекусь. Я между нами. Не говорите молодым. Я им с любовью, с любовью рассказываю, почему они прикинули. И в блогах тоже. Меня не только в одноклассниках. Но это совсем вы уже отстойки. И потом мне нужны мои одноклассницы. Мужчко смех поспорить. Так, все женщины смех. И я хочу вам сказать, что в Инстаграме, конечно, мне хочется фотки выложить. Я не выкладываю как молодые фотографии, что я ел, как я ехал в лифте. Ну, это сумасшедливо. Они в туалетах себя фотографируют. Как чистить зубы и фоткать себя. Слушайте, я... Мне надо было кое-что вырезать. Я не знаю, как будет задор, что с вами будет сейчас. Ну, там гадость одну вырезать можно было из организма. Я долго этого не вырезал. А потом меня привезли на операционный стол. Я не могу без улыбки об этом рассказывать. И мне... Я прошу, не делайте мне общий наркоз. Я потерплю. Сделайте местный. Мне сделали местный. Но говорят, так, для дремы чуть-чуть, чтобы вы спали. Вот. И меня укололи. Я так засыпаю. Вы готовы? Медсестра со мной селфи делала. Собственно, на этом можно заканчивать концепту. Я уже не знаю, как повторить. Она делает селфи, я засыпаю. И я... Ну, я слышал. Мне же сказали, что я буду слышать все. Она же не знает, что у меня аккуратный, интеллигентный наркоз такой. И хирург такой возмутился. И воспитанник военной хирургии совета. Настоящий хирург. И он говорит, как тебе не стыдно, что ты делаешь? Я боюсь вам говорить, что ты делаешь. Она так искренняя. А молодежь, она... У них дурнота искренняя. Они даже не знают те моменты, в которые они придурками выглядят. И она совершенно искренне говорит, а если он умрет, у меня с ним память оставит. Нормально? Вот кто молодым об этом расскажет? Обо всем, какие они придурки бывают со стороны. Психологи исследуют это явление селфи сейчас. И выяснили, что самый большой градус отклонения у тех оказалось. Селфи я называю вообще... Простите, это такая публика... Здесь у нас атмосфера своя. Очень домашняя. Селфи — это фотоанонизм. Селфи — это же не русское слово. А я же всё радею за русские слова. Я придумываю заменители русских иностранным словам. Ну что такое эксгумация? Труковые капли. Липосакция, жиросос. И я придумал... И это сейчас гуляет по интернету. Это моё изобретение. Вы многие это слышали. Это же себя фотографируют. Селфи — это себя как. Можно себя как. Вот так вот звать. И психологи на Западе, западные психологи... У нас психологи сейчас только появляются. Слушайте, это только у вас в России, да? Жирные диетологи, прыщавые косметологи и психологами разведённые стерки. Я всех психологов, кого знаю, все разведённые. А всех мужья сближали. И они теперь учат, как надо, значит, жить. И вот психологи выяснили, что действительно те, кто в лифте делают селфи, это самое большое отклонение от нормальной психики. И это очень понравилось утверждение, потому что Медведев сделал селфи в лифте. Я хочу молодым ещё сказать вот что. Есть молодёжные передачи юмористические. Часто мне задают вопрос, как я к этому отношусь. Среди этих молодёжных юмористических передач безусловно есть очень талантливые ребята. Но они на конвейере по зарабатыванию бабок стоят. Жванецкий — это чувство юмора. Вот как он чувствует, так он и говорит. Это чувство юмора. А у них это профессия. Они бабки зарабатывают юмором. И поэтому они все стали похожи друг на друга. Не отличаются. Вот попытайтесь... Ну, я не знаю, я выскажу свою мысль. Возьмём Жванецкий, Царство Небесное, Орлазоров, Царство Небесное, Евдокимов, ну, многие живые, Казанов, Петросян, в конце концов, Садорнов. Знаете, у каждого своё лицо есть. Арканов, Горин, А сегодня смотришь эти передачи? Во-первых, все темы одинаковые. Ниже пояса. Ниже пояса, а стрят те, у кого проблемы ниже пояса. Значит, у них есть проблемы какие-то с организмом, с нижней чакрой. А я когда об этом подумал, думаю, ну, правильно, слонов, слоны очень... Слоны, они качественные животные. И видите, я усилитель включил. И они качественные животные. Их мало. А мышей... А тараканов ещё больше. И вот плодятся, плодятся эти эмористические передачи. Вокруг смеха покажут, и ты знаменит на всю страну. Одна передача. Так в своё время пришла Слава ко мне, вокруг смеха. Я вам должен сказать, это случайно произошло. Долго не было Хазанова, а Худжава уже всё спел, что знал. И один человек говорит, тут у меня есть знакомый один, он может трепаться с тойку. И меня пригласили потянуть время. И таким образом 2 девятых вагона попало на экран. Ну, они... Я там 45 минут выступал, но взяли 2 девятых... Но когда я увидел, как сняли 2 девятых вагона, и я так расстроился, я думал, что я провалился. И мне надо было из одного города в другой ехать. На следующий день я стою в очереди в железнодорожную кассу, и вдруг передо мной 2 тётки одна другой пересказывают мою историю. И так интересно, я говорю, вы не так пересказывали. А одна поворачивая, и говорит, ты откуда знаешь? Я говорю, это я рассказываю. Гениальный ответ у неё был. Да ладно, тот симпатичный. Но там же всё... Прихорошили же всё это. Ну вот. И вот касаясь сегодня юмора молодёжного, мне вот что хочется сказать. Это у меня такие ненавязчивые вступительные слова. Я хочу подвести правильно к тому, что хочу прочитать. Чувство юмора у молодых, оно не так развито, как у советских людей было. И вот почему. Во-первых, во всех молодёжных передачах смех приклеивается. Они там не смеются на записи, а потом берётся с одной шутки и приклеивается. И когда вы смотрите, интеллигентные люди, допустим, вы, это я вам комплимент сделал, и вы не понимаете, чего они смеются. Потому что приклеен смех. И второе. В интернете бывает, что люди не понимают шутку, если не поставишь смайлик. Да. Если шутка сильнее, молодые ставят два смайлика. А я думал, что меня понимают и не ставил смайлика. И меня начали клеймить позором. Я написал, что Ходорковский агент Путин. И мне пишут, как вы смеете так, оскорблять Путина? Он негодяй. Я приколол. А дальше я пишу, и буси райт-агенты Путина их специально посадили, чтобы выпустить на Запад. Как агентов. И люди начинают всерьёз меня клеймить позором.